Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Нифонтова. Сегодня я расскажу вам про интересные рубашки бренда MCP, которые выглядят как обычные ходильные рубашки, а на самом деле рассчитаны для того, чтобы в ней можно было ездить на мотоцикле, потому что она со встроенной защитой на плечах, локтях. Также в ней есть кевларовая ткань, есть специальная подкладочка, такая как в настоящих мотоциклетных куртках. Но это, в общем-то, некий компромисс. Когда мы выбираем мотоциклетную экипировку, то выбираем между уровнем защиты, но в ней жарко, неудобно, потому что это какой-нибудь кожаный многослойный экип. Либо же мы можем выбрать достаточно дешевый вариант в виде вот такой рубашки, которая полностью тоже соответствует всем уровням защиты, но в ней гораздо удобнее, комфортнее, в ней не так жарко, в жаркую погоду она продувается. И, опять же, вы не будете пугать людей, когда заходите, не знаю, в магазин, в банк по делам, потому что вы выглядите как обычный нормальный человек в джинсах, рубашке, но все это с элементами защиты и, соответственно, с кевларовой тканью. Рубашки есть мужские, есть женские. Здесь на табличке можно увидеть, что есть они в двух вариантах. Есть более дешевые, попроще рубашки, где желтым отмечена кевларовая ткань. Она, видите, есть только на руках, на плечах и на спине. Более дорогие модели – это полностью кевларовые рубашки. То есть вы понимаете, что когда гонщик, например, падает на асфальт, то кевларовая ткань, она не рвется так мгновенно, как обычная ткань. Соответственно, это максимальный уровень защиты. Но при всем при этом ценовая категория этой одежды очень и очень приятная. Я вас уверяю, вы придете когда в магазин, посмотрите и решите, что такая рубашка просто должна быть в гардеробе мотоциклиста обязательно. Она недорого стоит, но для каких-то небольших поездок по городу очень хорошо вас выручит. Мужские варианты есть в таких разных расцветках. Есть потемнее, для тех, кто не любит белое, яркое. Есть с белыми полосочками в клеточку, синие, красные. В общем, на любой вкус и цвет выбирайте. И я думаю, что вас эта рубашка очень порадует. Еще хочу остановиться немножко на элементах защиты этой рубашки. Тут есть в стандарте плечи, локти. Также можно подкупить отдельный элемент защиты на спину. Здесь есть специальный кармашек на липучке, куда можно его вставить. И у вас будет рубашка со спиной. Кстати, вот видите, вот эта желтая ткань, это как раз и есть та самая кевларовая ткань, которая не рвется. И покажу вам, как выглядит защита, которая уже в рубашку встроена. Вы видите, это качественная такая желтая поглощающая удар защиты, которая при ударе становится абсолютно жесткой, а так она, вот мы ее трогаем, она мягкая. То есть вас это не будет ни в коем случае нигде сковывать движение, когда вы находитесь просто, не знаю, по делам куда-то ходите, едете на мотоцикле. Но в момент удара именно эта защита полностью отработает, ее защитные свойства полностью сработают. Я считаю, что для города очень классная вещь. И даже если у вас уже есть полный экип и кожаный, и гортекс, и все что угодно, то такую рубашку иметь в гардеробе очень хорошо, потому что на какие-то недальние поездки по городу, по делам, она вас очень выручит. Продолжение следует...